Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вечером завершается месяц Хешван, и он переходит в месяц Кислех, в конце которого мы начнем отмечать восьмидневный праздник Ханука. Сам корень, заканчивающий со слова Хешван, означает на иврите тишину. И вот весь этот месяц требовало молчать и размышлять. И в основном, обратите внимание, все проявления сегодня антисемитизма в мире, всякие там правозащитные, призывающие к бойкоту или когда убивают детей маленьких, это все один и тот же корень. Отрицание Бога. Бог Израиля, который наверху, который единый, и отрицается. Нет его, есть какой-то или наш маленький, или вообще никого нет. И после осенних праздников, которые прошли, и то, что произошло в мире, и после грозных дней, когда мы вступили в Хешван, мы должны были задуматься, насколько искренне молились в те дни праздников Йом-Кипур, Рошашана. Очевидно, не очень, потому что после этого мы не сумели выпросить себе нормальную жизнь, а выпросили вот, к сожалению, вот то, что происходит. И сегодняшний раздел Торы, вот он как бы дает нам возможность завершить размышления перед переходом в Кислеф. Обратите внимание, я, к сожалению, глубокому узнал, что не все знают и, ну так бывает, не дай Бог, конечно, содержание недельной главы. Поэтому я в двух словах теперь вначале буду говорить о том, о чем глава, если кто-то не знает. После 20 лет бесплотного брака и с Хакой Ривки рождаются близнецы Исааков, и Яков. Бог сообщает Ривке, что ее трудная беременность – это прелюдия к конфликту между потомками, близнецами Римом и Израилем. Исаак выходит из утробы первой, он красный, за ним держась за пятку, и Яков. С возрастом разница становится заметнее. Исаак охотник, Яков – человек кроткий, тихий, сидящий в шатрах. Потом идут похороны Авраама. Исаак продает свое первородство за чечевичную поклевку. Исаак хочет уйти из Египта, чтобы там голод. Бог говорит, ты не должен уходить. Поселяются Авграри, в стране филистимлян. Выдают свою жену за сестру, чтобы защитить от посягательств. Разбогатев на чужбине его изгоняют. Покинув Грар, Исаак восстанавливает три колодца, которые символизируют три храма. Первый из двух, которые будут разрушены, а третий сохранится навечно. Авимелых понимает, что Исааку покровительствует Бог. Предлагает ему заключить договор. Благословение Исаак, который думал, что Исаак – это Яков, дает Яков. Вот примерно то, что происходит. Продавая свое первородство, которое выражалось не в каких-то суммах, а в духовном мире, за мясную поклепку – это безрассудство. Но Исаак с радостью это делал. А зачем, он говорил, я все равно умру? И как ни печально, очень многие в этом мире с такой же логикой, обосновывая свое действие здоровое, нелогичное и так далее, умрем. Или там все там будем. Мы постоянно живем во внутренней борьбе между немедленным удовлетворением своих желаний и размышлением о будущем. Но здоровое решение принимается только тогда, когда есть осознание. Сделанный выбор обязательно повлияет на нашу жизнь. Вот как мы выберем, такую жизнь получим завтра. Если мы это чувствовали, это фильтр завтрашнего дня, это то, что нам необходимо. Это как курильщики объясняют привычку, что все равно одно и то же – живи сегодня, бери, все. Это ошибочная логика. Если развить дальше, окажется, что можно прожить всю жизнь в таком же темпе непонимания. Еще раз вернемся к началу. Нам надо оценивать происходящее в нашем мире. Неверная оценка поступающей информации – это гарантированная ложность выводов. Когда внутри у нас фальшивые весы, все, у нас нет возможности двигаться в направлении истины. Расскажу короткую сторону, которую мы должны понять. Ведь человек должен идти и не уставать. Раф Несаф Альперт сказал, что… Обратите внимание на то, что слово «усталость» появилось в истории впервые в этой недельной главе. Никогда не употреблялось. Хотя, казалось бы, Авраам уставал, трудился, прошел длинную жизнь, ему пришлось оставить короткую. Это много, да? Почему? Почему Тора не дает ему право на усталость? И только Исааф сказал, что он очень устал там. Потому объясняет Раф Альперт, что усталость, как разновидность человеческих состояний, вообще не должна быть свойственной. Это одна из концепций еврейского мировоззрения. Те, кто полагается… Обратите внимание, вы видели людей, вот как вот Исаака Франчкова, такие… Вы видели, что он сказал, я устал от Торы, что я устал от… Нет, такого нету. Такого нету. В Танахе написано, дает Всевышний утомленному силы и обессилищему крепость прибавляет. И так происходит в этом мире. Те, кто надеются на Всевышнего, они говорят… Одно скажу. Великий Раф Айнштейн единственный раз в своей жизни сказал, у меня нет сил. Это случилось уже, когда ему было очень тяжело. Он был очень болен и готовился уходить в иной мир. И вот так и мы должны смотреть. Мы не должны уставать от мира. Мы должны уставать от безделья. И вот это самое правильное. Смотреть в себя, размышлять и не уставать. Браховы от слуха.